Итак, доброй ночи, мои уважаемые радиослушатели. Напишите на стене, слышно ли меня. Замечательно. По обилию людей со свастиками и Адольфами Гитлерами на аватарках, я могу судить о том, что подтянулись мои постоянные слушатели. Сейчас у нас час ночи по московскому времени, а это значит, что настало время очередной передачи из цикла «Ницшанская бессонница» на радио Мэйд ФМ. И по уже сложившейся традиции я, как обычно, буду отвечать на вопросы наших уважаемых радиослушателей, которые мне можно оставлять в соответствующей теме с вопросами в группе «Маргинальное ревью». И также в порядке интерактива для того, чтобы каким-то образом поощрить всех тех, кто слушает мою околофилософскую болтовню онлайн, я буду уделять внимание также вопросам, которые будут оставлять на стене. Я занимаю такую политику, что я никого не баню и, значит, по возможности веду какой-то интерактив. Ну, для начала я также по уже сложившейся традиции хотел бы сделать небольшую отсылку к своему предыдущему эфиру, который у меня был посвящен неким таким политологическим рассуждениям на тему того, какую, значит, глобальную альтернативу можно было бы видеть, можно было бы обнаружить современной неолиберальной парадигме, которая господствует сегодня, ну, по крайней мере, над, условно говоря, цивилизованным, прирученным человечеством. Значит, существует такая группа мысли без иллюзий, которую, собственно, админит Иван Иванов, это тот самый человек, который задал мне такое огромное количество вопросов. И, значит, в полемике на стене, значит, этого сообщества, значит, в полемике под одним из постов, с какими-то выдержками из моих эфиров, я оставил, значит, следующий пост, текст которого хотел бы сейчас, с вашего позволения, зачитать. Итак, ну, то есть, как бы, пост состоит из нескольких пунктов, пронумерованных, да, и, в общем, я приступаю к зачитыванию. Да, ну, вот, собственно, сам Иван Иванов появился, он даже скинул ссылку на свою группу. Итак, первый пункт по поводу цензуры. Либеральные СМД, средства массовой дезинформации, цензурируются ничуть не меньше, чем СМД авторитарных стран. Редакционная политика определяется финансированием медиа и так называемым социальным заказом. Ни в одном из медиа современных западных обществ вы никогда не встретите какой-либо фундаментальной критики в адрес базовых постулатов неолиберальной парадигмы. Альтернативные точки зрения либо не освещаются вовсе, либо заведомо подаются в искаженном карикатурном виде. Приоритет по существу отдается не абстрактной свободе слова, а соблюдению вполне конкретных норм политкорректности с присущим им новоязом. За неправильное слово можно подвергнуться астракизму, за декларирование неправильной исторической концепции тюремному сроку. Это что касается цензуры, как таковой и применительно к цензуре в либеральных обществах. Второй пункт по поводу ливизны либералов. Либералы правые в экономическом отношении, значит в скобках, примат прав частной собственности на средства производства, но левые в политическом смысле, так как постулирует всеобщее избирательное право и фундаментальное правовое равенство всех особей человеческой популяции. Данная концепция имеет христианский бэкграунд. Значит, пункт третий. По поводу культуры либеральных обществ, то это диктат массовой культуры и коммерциализированного искусства, поскольку во главу угла ставятся интеграция масс в культурный универсум и приоритеты рынка. Пункт четвертый. По поводу желательной альтернативы неолиберальной парадигмы. Значит, двоеточие. Отстранение от власти буржуазного правительства и замена его военизированной спартанской элиты, построенной по принципам меритократии и технократии. Упразднение всеобщего избирательного права при сохранении ряда других конституционных прав, как то относительная свобода слова, печати, вероисповедания и т.д. Многоукладная модель экономического устройства. Частный сектор, плюс державный сектор, плюс минимум административных барьеров для предпринимателей, плюс низкие налоги, подоходный налог не более 10%. Опора на фермерский класс в сфере сельского хозяйства. Смертная казнь за получение чиновниками взяток и наркоторговлю. Упразднение системы всеобщего образования и замена ее системой образования, рассчитанной на учет нюансов врожденного потенциала. В скобках – церебральный сортинг. Введение широкого спектра мер, препятствующих ассимиляционной экспансии со стороны внешних этнокультурных групп. В скобках – запрет на въезд для определенных категорий населения, иностранных государств и развитие собственной культуры. Далее, перенаправление вектора приоритетов общества, сиюминутных нужд рынка в будущее, развитие альтернативных источников энергии, евгеника, генная инженерия, колонизация космоса и так далее. Значит, далее, планомерное истребление всех религиозных, коммунистических, национал-сепаратистских и любых иных фанатиков, которые осмелятся начать вооруженную борьбу против ведения вышеописанных реформ. Открытые границы для всех, кто захочет покинуть территорию реализации данного геополитического проекта на всем протяжении его существования. Вот, собственно, таким текстом я хотел несколько расширить то понимание возможной глобальной геополитической альтернативы неолиберальному проекту, которую можно подразумевать на уровне гипотетики. То есть, в реальности альтернативой неолиберальной парадигме в современном глобальном обществе является либо возврат к традиционализму, значит, каким-то порядкам и нормам традиционных обществ в том или ином виде, да, потому что, как мы понимаем, традиционные общества, они весьма разнообразны в зависимости от своего ландшафта, этнокультурной компонента и так далее. Значит, ну, отчасти под таким возвратом, да, на такую вот парадигму возврата к каким-то традиционным идеалам претендует сегодня ИГИЛ, да, то есть так называемое исламское государство. То есть, они апеллируют к возвращению нормам, к нормам шариатского права и к возвращению, значит, к парадигме халифата времен жизни самого пророка Мухаммеда. Но, тем не менее, здесь есть некий такой, значит, диссонанс в том смысле, что вот эти так называемые все современные радикальные исламисты, они принадлежат к течению салафизма, которое появилось, по сути, только в 19-м столетии, да, то есть не так давно, а ислам существует с 7-го века, то есть, по сути, это некие такие, ну, как их классифицируют, например, некоторые исламоведы, в частности, Роман Силантьев, это такие пуритане ислама, да, то есть это вот некие такие радикальные, то есть аналог, их историческим аналогом в христианском мире являются вот как раз-таки какие-то радикальные пуританские секты, вот, которые, кстати, в свое время и основали Соединенные Штаты Америки, да, то есть это были какие-то радикальные протестанты, которые бежали в Америку от, собственно, какого-то гнета из Европы и так далее, да, но как представляется, да, по крайней мере, части субъектов, которые хотят найти какую-то альтернативу на улиберальной модели, для них вот эта альтернатива, которую представляет ИГИЛ, она не является приемлемой, да, именно в силу того, что там происходит апелляция к абскурантизму, к религиозному фундаментализму и все это, по сути, такая ненужная архаика, на самом деле, которая опирается исключительно на религиозный фундаментализм, да, и более весомой альтернативой геополитической, вот этому вот, значит, неолиберализму в современном мире является Китай, который условно можно обозначить как коммунистический, делая реверанс в сторону официальной идеологии Китая, да, но по факту Китай коммунистическим, естественно, не является, потому что там присутствует частная собственность на средства производства, вот, то есть у Китая и у России во многом схожий исторический опыт с той только разницей, что в России в свое время не произошли реформы, именно в рамках, да, внутри Советского Союза, при сохранении советского строя, да, которые произошли в Китае, связанные с именем Дэн Сиалпина, то есть в Советской России в первые годы, собственно, советской властью, но уже после смерти Ленина, да, таким Дэн Сиалпином мог бы стать Бухарин, который выступал, значит, уже на тот период за примерно аналогичный или схожий комплекс реформ, да, то есть, ну, как минимум речь шла о сохранении НЭПа. Но Бухарин был во внутрепартийной борьбе уничтожен и таким образом, собственно, введение каких-то и сохранение каких-то рыночных механизмов, значит, не стало доминирующим в советском обществе и поэтому, собственно, исторический опыт Советского Союза, он был уже иным, да, и то есть в итоге Советский Союз развалился, а, условно говоря, коммунистический Китай сейчас в данный момент он процветает, наряду с другими странами Юго-Восточной Азии, которые избрали примерно аналогичный путь, но здесь в первую очередь можно, опять-таки, условно говоря, коммунистический Вьетнам избрать, да, то есть в этом смысле Северная Корея уже стоит особняком именно в силу того, что там при наличии такого режима военной диктатуры, там все-таки отсутствуют именно настолько развитые рыночные механизмы, да, и то есть мы понимаем, да, таким образом, исходя из исторического опыта Советской России, что если аналогичный комплекс мер и реформ не произойдет в северокорейском обществе, то, значит, у него, у КНДР нет будущего в обозримой исторической перспективе. Ну, собственно, какие-то реформы, они могут, внутри корейского общества, они могут быть даже невыгодны каким-то внешним силам, именно в силу того, что тогда появятся серьезные предпосылки к объединению Кореи, да, именно вот в рамках корейского полуострова, и тогда на восточно-азиатской арене политической появится новый мощный игрок в виде единой Кореи, да, ну, как мы понимаем, да, и соседям каким-то, значит, и, возможно, каким-то крупным игрокам из других регионов это не представляется хорошей перспективой. Так, ну, я надеюсь, что вот это мое небольшое введение, оно смогло какие-то моменты прояснить. Даже количество слушателей возросло. Что странно, учитывая тот контент, который сейчас идет в эфире. Но, так или иначе, я возвращаюсь к вопросам Ивана Иванова, которые он задал на стене, точнее, значит, в соответствующей теме с вопросами. Следующий вопрос звучит следующим образом. Назовите две свои самые любимые полезные книги, в скобках, кроме Ницше. Ну, здесь не совсем не уточнено книги какого рода, да, то есть, что это должно быть. Это должны быть какие-то художественные книги или философская публицистика, может быть. То есть, я могу, в принципе, скинуть даже на стену достаточно объемный список литературы, который, я считаю, обязательным к прочтению. Вот. И все желающие смогут с ним ознакомиться. Вот. А по поводу двух любимых книг, ну, здесь... Дело в чем, я люблю достаточно, значит, художественные книги Резуна, который творит под творческим псевдонимом Виктор Суворов. То есть, речь идет не о его исторической вот этой аналитике, где он описывает какие-то события, связанные с Второй мировой войной и подготовкой к этой военной кампании. То есть, не его, да, вот эту вот публицистику историческую, а именно его художественные произведения, и из которых я могу выделить как раз два романа. Это романы «Выбор и контроль». Это художественные произведения, которые посвящены, значит, судьбе молодой девушки, которая впоследствии станет разведчицей, такая Анастасия Стрелецкая, которая, ну, значит, в истории человечества она более известна, как и Витапирон. То есть, значит, Резун на страницах этих романов, он является сторонником такой, значит, полуконспирологической версии о том, что знаменитая жена аргентинского диктатора Хуана Перона и Витапирон в действительности была советской разведчицей российского происхождения. Вот, ну, эти романы, с моей точки зрения, это такие художественные, ну, то есть, по стилистике это художественные авантюрные романы, вот, но по форме и по содержанию, по тем смыслам, которые, собственно, автор вкладывает вот в это вот произведение, я считаю, что это вершина вообще русского языка, по крайней мере, если мы берем в расчет каких-то современных писателей, да, из 20 века. То есть, это что-то, что можно по своему психологизму, драматизму поставить в один ряд с какими-то произведениями Достоевского, именно по уровню тех типажей, которые в этих романах присутствуют, да, то есть, это вот конкретно две вот этих книги, да, я сейчас не говорю о других каких-то книгах Резуна, которые могут вызывать достаточно противоречивые оценки, ну, если говорить о российской читающей публике, то, как правило, эти оценки негативны. Я говорю вот конкретно предметно об этих двух романах. Недавно у него вышел третий роман на эту тему, который называется «Змеиед», да, и который, как бы, является, можно сказать, таким приквелом к событиям, которые описаны вот в этих двух романах, да, то есть, «Выбор и контроль». Но эта третья книга, которая вышла, последняя, она, на мой взгляд, значительно уступает по качеству, значит, вот этим двум книгам. Так, ну вот, собственно, здесь уже появились какие-то комментарии по поводу представленного списка литературы. Значит, к воле надо добавить «Люди и руины», иначе критику справа читать тяжело. Да, я соглашусь, я, безусловно, мой список литературы представлен, и он не претендует на то, чтобы это был какой-то полный список, да, всех книг, которые, значит, мне по тем или иным причинам нравятся, и те книги, которые нужно читать. Естественно, если бы я задался целью создать какой-то полный список, он был бы намного длиннее. То есть я, это скорее какой-то краткий список книг, которые я считаю, что они обязательны к прочтению, и которые, ну, наверное, было бы неплохо изучать, по крайней мере, ну, если не в рамках школьной программы, потому что содержательная часть большинства этих книг, она достаточно сложна именно для восприятия в школьном возрасте, да, но, по крайней мере, для, значит, изучения в соответствующих курсах уже в университетском, в университетской среде, да. Вот. По поводу писательского таланта Юлия Цезаря. Ну, вы знаете, у меня нет возможности читать Юлия Цезаря в оригинале, какие-то его произведения, поэтому мне сложно судить о его именно литературном писательском таланте именно с позиции языка, да. Тут вот пишут по поводу книг Резуна, да. Кстати, да, книги увлекательные, особенно контроль и очищение. Ну, очищение – это не художественное произведение, да, очищение – это книга Резуна, которая посвящена, скажем так, событиям 37-го года, да, ну, не исключительно 37-го года, да, но скорее с событием, так называемого, большого террора или великой чистки, которая условно находится в историческом периоде с 36-го по 39-й год, да, то есть Резун дает свою достаточно интересную и оригинальную интерпретацию этим событиям, где он фактически оправдывает вот эти вот, значит, происходившие события, что достаточно интересно, опять-таки, да, если мы учитываем во внимание личности, автора его биографии, его собственные политические взгляды, да, потому что сам Суроров уже, он скорее либералом является, да, но тем не менее он оправдывает вот эти чистки, значит, чистки, которые ассоциируются в обыденном сознании с 37-м годом, да, то есть он пишет о том, что истребление вот этих военачальников Красной армии, которые, собственно, получили свою популярность в годы гражданской войны, вот это вот, значит, их истребление массовое, оно имело смысл, да, то есть это не было что-то, что было продиктовано исключительно паранойей Сталина, но, то есть, возможно, действительно готовился какой-то вооруженный мятеж, да, против Сталина именно со стороны какой-то части вот этих командармов и, значит, каких-то людей из высшего эшелона НКВД, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны Резун делает акцент на том, что военный опыт вот этих, значит, командармов, красных маршалов там и так далее, он был заточен под опыт гражданской войны и таким образом их, значит, профессиональный опыт был бы неприменим именно к реалиям новой войны, да, то есть с новым вооружением, с новыми какими-то моментами и так далее, вот, ну, кратко достаточно сложно об этой книге что-либо сказать такое содержательное и поэтому я, собственно, рекомендую также с ней ознакомиться, но здесь важно понимать, что это, опять-таки, это не художественный роман, очищение, а именно вот книга, которая относится к разряду исторической публицистики, да, так, следующий, следующий роман, о, следующий роман, следующий вопрос, да, но вопросов так много, что если их всех объединить в какой-то единый текст, то тут, ну, если не роман, то какой-нибудь рассказ точно получится. Следующий вопрос от Ивана Иванова, что за теория академика Поршнева, где люди, где люди разводили на убой других людей, знак вопроса, вкратце, и что за книга? Так, ну, что за книга конкретно, я думаю, это вы можете нагуглить где-нибудь в Википедии почитать, потому что я с теорией академика Поршнева знаком в пересказах маргинала в основном и так далее, вот, но вкратце, если говорить об этой теории, то сводится она к следующему, что предки человека в недалеком, относительно недалеком историческом прошлом, они были, значит, каннибалами, помимо того, что они занимались собирательством, поеданием, падали и так далее, то есть, по сути, человек в силу своих вот специфических анатомических особенностей, он был не очень хорошим охотником, даже если речь идет о коллективной охоте, но без каких-то серьезных технических, значит, приспособлений, вот, и поэтому, собственно, у предков человека процветал каннибализм, то есть, определенные части популяции разводились именно для того, чтобы их съедали соплеменники, именно с этим отчасти вызвана миграция, да, то есть, этим фактором объясняется фактор миграции людей по территории земного шара, да, то есть, какие-то вот части популяции, они не хотели быть съеденными, и они убегали на другое место, но, видимо, через какой-то момент у них тоже происходило какое-то такое расслоение на тех, кто поедал других и тех, кто должен был быть съеден, и в итоге вот эта ситуация с новой волной миграции, она повторялась, вот, то есть, теория, несмотря на всю ее такую поверхность, как бы с поверхностной точки зрения, она может представляться как какая-то совсем упоротая, но в действительности мы находим некоторые косвенные подтверждения ей, как то даже вот последние какие-то находки останков, значит, каких-то древних гоминид, да, которые именно, значит, это какие-то обглоданные кости, это фрагменты тела, то есть, это не какое-то полноценное захоронение, а больше похоже на какую-то вот яму для сбрасывания в нее отходов жизнедеятельности, то есть, это просто какое-то место, куда выкидывали обглоданные кости, да, и вот в таком виде это все дошло до археологов, с одной стороны, с другой стороны, мы находим примеры каннибализма и поедания приматами друг друга у наших, собственно, непосредственных предков, ну и плюс в свое время еще, ну, наверное, в большей степени в первой половине прошлого века, значит, находились также археологами обглоданные останки неандертальцев, что в частности использовалось христианскими теологами для, значит, обоснования следующих моментов, что вот наши предки, значит, Homo erectus или там Австралопитеки, они жили вот сплоченными коллективами, у них была взаимопомощь, взаимовыручка, значит, люди в популяции, да, в общине, вот в этой стае, значит, они заботились о детях, заботились о стариках и больных, и это позволяло отчасти как-то передавать накопленный опыт из поколения в поколение, вот, также была какая-то взаимовыручка, высокая степень, значит, социализации и взаимодействия внутри сообщества, а вот неандертальцы, они были в большей степени индивидуалистами, да, то есть, они жили небольшими сообществами, а вот скорее как какие-то медведи поодиночке бродили по, значит, каким-то лесам, и у них не было взаимовыручки, да, то есть, у них сильный поедал слабого, у них, значит, съедались всякие больные, увечные, инвалиды, старики, да, и таким образом, вот, в более продолжительной исторической перспективе неандертальцы вымерли, да, а наши предки, вот, развились в современных людей, то есть, таким образом, христианские теологи или какие-то моралисты, они доказывали, вот, именно превосходные качества и плюсы, вот, какой-то морали, взаимовыручки и так далее, но впоследствии выяснилось, что, ну, то есть, вот эти обглоданные кости неандертальцев, да, в каких-то поселениях, которые, значит, с неандертальцами ассоциировались, они, вот, применялись, как, вот, доказательство вот этой вот именно теории, но впоследствии выяснилось, что на вот этих обглоданных костях неандертальцев следы зубов именно австралопитеков, да, и, то есть, наших предков непосредственных, то есть, наши предки, пользуясь, значит, тем, что они жили большими сообществами, они группой нападали на неандертальцев и их, значит, съедали, обгладывали и так далее, вот, отсюда вот эти обглоданные кости, и, значит, ну, отчасти также шла митизация, да, то есть, тем не менее, какие-то представители, вот, именно, линии наших предков, они скрещивались с неандертальцами на территории, там, европейского континента и не только, да, и, собственно, вот, возникновение современных людей, да, вот, в том числе такой фактор, как расовая изменчивость, он связан именно с тем, что человечество произошло в результате, вот, ряда таких, вот, крупных митизаций, да, то есть, в частности, выделения, там, синаантропов и так далее, да, а те предки, условно говоря, современных людей, которые остались на территории африканского континента и никуда не мигрировали, и, соответственно, у них не происходило вот этой митизации разных волн, разных популяций, гоминид, они так и остались на территории африканского континента, и вот мы сегодня можем их наблюдать в качестве негритянского населения Африки, да, то есть, это люди, которые лишены полностью каких-либо неандертальских генов в своем геноме, да, хотя, опять-таки, если рассматривать какие-то вот такие антропологические параметры, то скорее мы можем прийти к такому выводу, что негроидная раса, это как раз и есть то самое потерянное промежуточное звено между обезьяной и человеком, но этот, как бы, подход и такой вывод, естественно, по соображениям политкорректности не является популярным, да, то есть, когда вот какие-нибудь младокреационисты говорят, а вот где же, если человек произошел от обезьяны, то где же вот это вот промежуточное звено потерянное и так далее, хотя в действительности представители этого промежуточного звена, они в большом количестве продолжают жить на территории современного африканского континента. По поводу того, что вот эта информация не содержится на сайте anthropogenes.ru, в одном из выступлений Маркова, которое я смотрел, значит, в качестве ролика, в виде ролика в интернете, он, в принципе, и рассказывал всю вот эту историю, которую я сейчас в таком вольном пересказе вам, значит, передаю, но, опять-таки, там не было про то, что негры, африканцы – это переходное звено от обезьяны к человеку, но была вот эта удивительная история про обглоданные кости неандертальцев и так далее, да, то есть, ну, вот. А по поводу Академика Поршнева, ну, обратитесь к текстам первоисточника, почитайте то, что, собственно, у самого Академика Поршнева на эту тему было написано, вот, то есть, и так далее. Так, следующий вопрос. Я даже не буду зачитывать, что, как бы, вопрос от Ивана Иванова, я не буду это обозначать особо, потому что все, там, ближайшие, наверное, 10 или даже больше вопросов, они все от Ивана Иванова, так что вам придется свыкнуться с этой мыслью. Значит, следующий вопрос. На чем основаны ваши убеждения, что Иисус как исторической личности не существовало? Ну, прежде всего, я никогда не говорил о том, что Иисуса Христа как исторической личности не существовало. То есть, я этого не утверждал. Я говорил, что, возможно, Иисуса Христа как исторической личности не существовало. И здесь проблема, скорее, в том, что тех исторических прототипов, которые могли бы лечь в основу образа Иисуса Христа, вот такого персонажа, известного нам из древнесемитской мифологии, в основе вот этого персонажа могли быть несколько исторических, реально существовавших исторических прототипов, потому что в Иудее, которая находилась под гнетом, под властью Римской империи, там, ну, чуть ли не каждый месяц появлялся какой-нибудь новый мессия, который бы попал, причем даже не один, а там по несколько штук сразу, которые, значит, в той или иной степени боролись против, значит, римского владычества в каких-то более открытых или более скрытых формах, да, с одной стороны, а с другой стороны предпринимали какие-то попытки религиозного реформирования в рамках своей собственной религиозной традиции, да, и таким образом они натыкались, с одной стороны, на противостояние со стороны римской администрации, а с другой стороны на конфликт с представителями собственного духовенства и синдриона и так далее. То есть, ну, это что-то сродни вражды поколений, скорее, да, то есть, даже если мы возьмем текст Евангелия, то там Иисусу Христу было там около 30-33 лет на момент именно его казни и так далее, да. Вот, то есть, видимо, такая иудейская молодежь пассионарная, она негодовала именно, во-первых, на предмет того, что иудеи, их родная земля, находятся под властью римской оккупации, с одной стороны, а с другой стороны они негодовали по поводу соглашательской позиции, значит, коллаборационизма и какой-то, возможно, косности, догматизма представителей собственного духовенства и так далее, да. Вот, но причем применительно к возникновению христианской религии там даже несущественно, на самом деле, был ли, то есть, существовал ли вот некий такой Иешуа, Иисус, как историческая личность, да, то есть, опять-таки, я утверждаю, что там много было этих мессий. Ну, дело в том просто, что для возникновения и развития такой религии, как христианство, гораздо большую роль сыграла личность апостола Павла, да, то есть, который, на самом деле, не входил в число вот этих 12 апостолов, учеников Иисуса Христа, и, собственно, очевидцем и участником евангельских событий сам не являлся, да, то есть, и при этом он даже первое время после возникновения христианства был сначала гонителем христиан, да, то есть, это был такой молодой ортодоксальный иудей, который, вот, значит, боролся с христианами именно вот с позиции такого ортодоксального иудаизма, но впоследствии он сам перешел в христианство и, вот, превратился в того самого апостола Павла, который хорошо, образ которого хорошо известен всем христианам и, собственно, наверное, большую часть каких-то нравоучительных, вот, значит, поучений, да, и каких-то вот философских моментов, связанных именно с историей первых веков христианства, они связаны вот с его именем в первую очередь, да, то есть, для истории христианства и для исторического генезиса христианства в рамках общины первых веков христианства, для христианства времен катакомбной церкви, для вот этого периода гораздо большую роль для формирования христианской догматики сыграл, собственно, не сам вот этот гипотетический Иисус и Ешуа, а апостол Павел. И при этом в их проповедях, да, в тех словах, которые им приписываются, в ряде случаев мы находим, ну, совершенно явные противоречия. Например, в вопросе о труде, да, то есть Иисус Христос говорит, что птицы небесные не сеют и не пашут, но Господь дает им. И таким образом и мы должны, значит, алчить в первую очередь Царство Небесного, а не каких-то мирских вещей, да, это вот говорит Иисус в одном из Евангелий. А апостол Павел в своих посланиях, он говорит, кто не работает, тот не ест. То есть, вот эта знаменитая фраза, значит, кто не работает, тот не ест, которую, в частности, и, значит, какие-то коммунисты, большевики использовали. Она, на самом деле, принадлежит апостолу Павлу. Так, ну, я надеюсь, опять-таки, я какой-то дал более-менее развернутый ответ на эту тему. Потому что все как-то притихли. Наверное, потому что звучат очень кощунственные вещи и так далее. Так, следующий вопрос. Согласны ли вы с тезисом вашего близкого коллеги нереализованного потенциала не существует? Ну, я думаю, что речь идет о, значит, Викторе Демьянове, по-видимому. Да, ну, здесь я вынужден ответить словами маргинала. Да, все зависит от определения. Потому что вот этот афоризм демьяновский нереализованного потенциала не существует. Это некая такая целостная, внутренне непротиворечивая концепция, которая, как бы, находится в контексте его собственной философии. Поэтому, поскольку я не являюсь Виктором Демьяновым, мне сложно это комментировать каким-то образом. Именно в силу того, что я не понимаю того бесчисленного количества каких-то нюансов, объяснений, которые он сам вкладывает вот именно в этот тезис. О том, что нереализованного потенциала не существует. То есть, может быть, я, если бы как-то пообщался с ним, да, и нам бы удалось вот этот момент каким-то образом прояснить, то я бы с ним либо согласился, либо не согласился, да. Но все зависит от того, что я бы, по крайней мере, понял, что он имеет в виду. Так, следующий вопрос. Перечислите современных сверхлюдей. Есть ли среди них женщины? Значит, ну, современные, несовременные, я не знаю, я достаточно большой пиетет испытываю перед личностью так называемого Вячеслава Иванькова. Он же япончик. Такой был очень авторитетный вор в законе в 90-х. Но в настоящий момент он уже покойный, к сожалению. То есть, его можно было бы причислить к сверхлюдям, по-видимому. Да, кстати, по своей физиономике он очень похож на Патриарха Кирилла. Ну, фактически одно лицо, на самом деле. Вот. Кроме него, ну, опять-таки, сложно сказать. По-видимому, это какие-то авантюристы ну, такого высокого калибра, да. То есть, не мелкие какие-то жулики типа Остапа Бендера, а что-нибудь масштаба Сергея Мавроди, например. То есть, человек с интересной биографией, который, по-моему, в возрасте 16 лет стал абсолютным чемпионом по самбо. Ну, то есть, чемпионом Москвы по самбо в абсолютной весовой категории. Несмотря на то, что сам весил там достаточно немного. И так далее. А впоследствии он ушел, значит, из профессионального спорта и превратился в того самого Сергея Пантелеевича Мавроди, создателя МММ, которого, я думаю, все хорошо знают, да. То есть, ну, на эту тему можно посоветовать какие-то интервью с ним, посмотреть многочасовые, есть все это в социальных сетях. Также фильм «Художественный МММ», который про его персону снят, он достаточно неплохой, и можно его советовать к просмотру. Хотя самому Сергею Пантелеевичу фильм не понравился. Ну и плюс Сергей Пантелеевич, это также крупный писатель. Опять-таки, в интернете вы можете найти его книги и почитать. То есть, он сумел себя реализовать в очень многих сферах, начиная от профессионального спорта и литературы, и заканчивая преступной, значит, финансовой деятельностью и так далее. А по поводу, значит, женщин-сверхчеловеков, что мне из современности никто не приходит на ум. Значит, можно упомянуть Лу Соломы, знаменитую избранницу Ницше, которая Ницше отказала, потому что Ницше, видимо, не был очень таким самцевитым, мускулинным персонажем, но, тем не менее, сам Ницше называл ее живым воплощением собственной философии. Ну и также из, скажем так, более древнего, более, из более древней истории это Гепатия Александрийская. То есть, вот, ее тоже можно в таком качестве упомянуть. Вот. Иисус же русский был. Да, конечно. Он же въехал в Иерусалим. Так. Ваше мнение о книге аристократов? Ну, я не совсем понимаю, о каком тексте идет речь. В том смысле, что я понимаю, что в интернете какое-то время назад форсился, значит, какой-то текст под таким вот пафосным, под заголовком или заголовком, значит, книга аристократов. Ну, я его не читал, поэтому я ничего не могу сказать. У меня нет никакого мнения относительно книги аристократов. Вот. Не доводилось. Не читал. Значит, следующий вопрос. Какой должна быть жена сверхчеловека? И вообще, на что сперва обращать внимание при выборе спутницы с вашей точки зрения? Ну, опять-таки, вот жена сверхчеловека как самка сверхчеловека, да, то есть, я думаю, что здесь вы можете принять во внимание те два примера, которые я упомянул в ответе на один из предыдущих вопросов, да, то есть, это Гепатия Александрийская и Лусалома. То есть, если вам интересно, вы можете прочитать что-то про биографии этих исторических персонажей для того, чтобы как-то более обтекаемо представить их черты характера, вообще, что это были за люди и так далее, да, но это, опять-таки, мое субъективное мнение, что вот я упоминаю именно их, а не кого-то еще. По поводу того, на какие, значит, черты, на какие моменты нужно обратить внимание при выборе спутницы жизни. Ну, опять-таки, очень тут все субъективно, то есть, я не претендую на то, что я сейчас какие-то универсальные для всех вещи буду говорить, но, на мой взгляд, важно, каким образом именно складывается процесс коммуницирования с вот этой, значит, особью, которую вы потенциально рассматриваете как своего полового партнера на длительную перспективу, да, то есть, об этом, например, Шпенгавер писал в «Афоризмах житейской мудрости», да, то есть, главное в общении полов, это, главное в взаимоотношении полов, это именно общение, да, это то, чтобы людям было как-то интересно общаться друг с другом именно большое количество времени, чтобы это со временем не проходило, именно потому, что в силу изменения каких-то других внешних параметров, да, связанных с возрастом, со старением, то все остальные вещи, да, они отойдут на второй план, вот, ну и плюс в женщине, конечно, должна присутствовать какая-то такая специфическая грация, которую вот как-то нужно уловить, да, и причем эта грация, опять-таки, она в каких-то нюансах мимики может содержаться и значит поведение, там, не знаю, походки и так далее, то есть, это что-то, что опять-таки может сохраняться как качество субъекта на большую продолжительность времени, учитывая и принимая в расчет даже факторы, какого-то там, не знаю, старения постепенного и так далее, да, потому что женский век короток, ну, если мы рассматриваем реалии нашего такого патриархального или постпатриархального общества, то есть, что имеется в виду, что женский век короток, ну, что период, когда женщина является сексуально привлекательной для мужчин, то есть, это небольшой промежуток времени, после которого женщина резко стареют или постепенно стареют, и дальше уже, собственно, важным, наиболее важным фактором является вот именно качество совместного общения, а не другие какие-то моменты уже в силу возраста, да, то есть, то есть, первое, коммуникация, качество коммуникации, какие-то аспекты, связанные с творческими нюансами характера, присутствие какой-то грации специфической, женской, которая была бы привлекательна для вас, как для потенциального партнера на длительную перспективу и так далее. Да, вот, собственно, Олесь Вишня правильно пишет совершенно на стене, что орган полового обоняния и как бы все сразу станет ясно. То есть, если феромоны потенциального партнера, кажется, цепляют каким-то образом, то это то, что надо. Но здесь проблема в том, что вот эта гормональная влюбленность это что-то, что на небольшую перспективу может только действовать. То есть, через какой-то момент, либо там на следующее утро, либо где-нибудь через 3-5 лет вот эта гормональная интоксикация, она может исчезнуть в какой-то момент и вы обнаружите, что вы живете совершенно чужим и неприятным вам человеком. Поэтому, помимо гормонов, феромонов и всего прочего, необходимо учитывать вот именно вот эти вещи, которые я обозначил ранее. Так, вот мне вопрос по поводу метафизики половой любви Шпенгавера. Шпенгавер в метафизике половой любви писал лютую неромантическую дичь про то, главное не рассматривать как особо для рождения детей. Ну, смотрите, в чем дело. Если мы как бы рассматриваем брак в таком скорее нитшанском смысле, то есть, как что-то, что совершается в интересах последующих поколений, то да, безусловно. То есть, здесь если рассматривать женщину просто и самку как такой живой инкубатор, который необходим для экстраполяции своего генома в последующие поколения, то да, конечно, здесь важно именно то есть, чтобы было здоровое потомство, да, но проблема в том, что нужно учитывать также возможность совместного проживания на протяжении длительного срока вот именно с особью противоположного пола, а здесь уже включаются другие механизмы, про которые уже, собственно, Шопенгауэр писал, если мне не изменяет память в афоризмах житейской мудрости, когда он говорил, что главное это как раз общение, потому что все остальное оно со временем проходит, включая возможность к каким-то сексуальным опытам и вот именно гормональную интоксикацию и уже в таком позднем возрасте остается только общение и уже от его качества будет зависеть качество брака. То есть если заключать брачный союз с учетом вот этой перспективы, то здесь можно и нужно все эти факторы учитывать. Так, значит следующий вопрос звучит следующим образом ваше отношение к исламу. Ну отношение к исламу у меня сложное многогранное, потому что с одной стороны ислам ну опять-таки апеллирую к мнению Ницше, Ницше делил определенные формы религиозности на таких четыре типа. То есть он взял ислам, христианство, буддизм и индуизм, или там брахманизм он писал. Вот эти четыре таких архетипа религиозности, четыре формы религии и каждому дал определенное определение. То есть христианство это не сказывающая семитская религия, ислам это досказывающая семитская религия, буддизм это нет сказывающая арийская религия, брахманизм это досказывающая арийская религия. О чем здесь идет речь? Что значит до сказывающее, что значит нет сказывающее? Здесь имеется ввиду отношение к феномену жизни, к феномену развития жизни, как это понимал Ницше. Ницше как основной постулат своей философии он выдвигал следующий тезис я учу говорить да всему что значит усиливает жизни и развития ведет к развитию я учу говорить нет всему что ослабляет истощает ведет деградацию упадку и так далее да именно поэтому какие-то формы религии идеологии политики там политического устройства и философии для ниши являются до сказующими другие какие-то нет сказующими в чем значит высокое качество ислама да почему мы ислам это до сказующая семитская религия в противовес к христианству ну в исламе во первых присутствуют присутствуют такие милитаристские тенденции с одной стороны потом в исламе существует запрет на интоксикации до в частности запрет алкоголя кроме того в исламе декларируется многоженство что опять-таки декларируется и в значит основном священном писании ницше книги так говорил зарат устра и в принципе с биологической точки зрения это очень хорошо обосновано как именно то что более доминантный успешный самец для того чтобы больше значит свой именно слоя генетическая экспансия его генов следующее поколение он должен иметь большое количество самок для того чтобы оставить больше потомство да то есть это с биологической точки зрения лучше для популяции да вот ну и плюс в исламе сохраняются такие традиционные взаимоотношения между гендерами да то есть которые вот опять-таки не считал здоровыми да то есть счастье мужчины называется я хочу счастье женщин называется он хочет да и так далее там я хочу видеть мужчину способным к войне а женщину способны к дикторождению но обоих способными к пляске головой и ногами то есть принципе ницше такой вот условно говоря консерватор на и на вопрос взаимоотношения полов если мы вот используем какую-то вот привычную для нас терминологию вот то есть именно в этом смысле ницше видит плюс ислама в сравнении с христианством да то есть ницше пишет о том что вот христианство это такая бабская религия женская религия вот ислама на вас ислам воспитывает более какие-то положительные более позитивные именно в ницшанском смысле архетипы людей полов и так далее вот это с одной стороны но с другой стороны ницше негативно относился ко всему что связано с каким-то религиозным абскурантизмом ницше не нравилось в целом вообще идея бога и философская система ницше опять-таки ну вот это по ней как бы словосочетание философской системы мы можем взять в кавычки потому что часть исследователей философии ницше на наличие такой системы да и собственно ницшанская авторской гносиологии отрицают но тем не менее философия ницше не подразумевает не подразумевает наличие бога демиурга ницше философия ницше не подразумевает веры в загробный мир загубы посмертное воздаяние и тому подобные вещи но тем не менее значит концепция рая например в исламе она ницше ближе да то есть и плюс ницше даже в своих черновиках которые легли в основу книги воля к власти он использует такую вот фразу что под сенью мечей сияет рай это вот такая фраза первых веков новой эры которую приписывают каким-то значит христианским воином отчасти отчасти каким-то ближневосточным политическим деятелям и также эта фраза она содержится в исламе в коране да вот да 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 совершенно верно николай рыжиков пишет на стене да речь идет об анти феминизме о том что в исламе запрещен алкоголь а тут речь идет вопрос стоит не о отношении ницше к алкоголе отношении моем к алкоголе ну я алкоголь не употребляю вообще да но я под это не подвожу какой-то идеологической базы потому что я считаю что трезвость от нормы жизни и под тоже чтобы сохранять какое-то трезвое состояние 24 часа в сутки 7 дней в неделю не обязательно подводить какую-то идеологическую базу то есть я также не до негативно отношусь каким-то пропагандистам зожа таким вот яростным потому что собственно они из факта того же из того факта что они не употребляют алкоголь делают какой-то культ и добродетель то есть они считают что если они не употребляют алкоголь то это какое-то проявление крайнего гуманизма украй него героизма значит чего вот чего-то просто фантастического что нужно рассматривать какую-то выдающийся добродетель а я считаю что это просто какая-то норма абсолютно то есть в этом нет ничего такого специфического то есть я вот ничего крепче к чая на протяжении очень долгих лет своей жизни не употребляю если ницше не нравится религиозная идея загробной жизни придумал бы свою альтернативу вечным повторением шлюх и кокаина ну смотреть в чем дело если вы будете свою жизнь посвящать шлюхам и кокаину то собственно это и будет в реальностью для вашего вечного возвращения потому что вечное возвращение по ницше это именно существование вселенной в режиме тождественных циклов да то есть как бы здесь в этом смысле все прекрасно по поводу отношений ницше к алкоголю но это отношение было отрицательным по крайней мере такое он декларировал и постулировал на страницах своего наследия творческого то есть не считал что вот два великих наркотика отравили полностью дух европы это алкоголь и христианство где ницше ты говорил ну по ту сторону добра и зла с хома и генеалогии морали в принципе там вы сможете встретить какие-то вещи которые бы проясняли ну особенно на из и хома потому что это автобиографическая книга ницше да и там ницше рассуждает частности о моментах связанных с гигиеной кстати эту книгу я считаю тоже также обязательно обязательно к прочтению хотя ее не содержится в том списке который я вам скидывал потому что эта книга именно автобиографическая и это некий такой глоссарий это некое такое прояснение дефиниций именно вот в контексте нитшанского творческого нитшевского творческого наследия да то есть это последняя книга написанная ницше и это книга которая собственно венчает его творческий путь и в книга в которой в разных разделах он поясняет свои предыдущие книги разного периода творчества объясняется для какой цели они были написаны о чем они и так далее то есть это вот хорошая такая прояснительная литература именно по философии ницше и там в частности он про алкоголь говорит кого читать кого начать читать из новых правых ну значит собственно вот это наверно вопрос в контексте того вопроса по поводу литературы на который я отвечал значит этих авторов нет списке но я их также рекомендую аллен де бенуа гиом фай фридрих клагес франц гайдер николас гомес довела юлиус эвола который есть в списке значит литературы основу геополитики дугина можете прочитать то есть дугин конечно несколько сумасшедший человек ну мягко говоря но эта книга она у него хорошая вот хусер тога и газ это также можете почитать освальда шпенглера и ну собственно новых правых мыслителей их не так много и наверное я думаю что тех авторов которых я вам сейчас назвал их вам хватит на многие годы вперед является ли павел дуров нитшанским сверхчеловеком нет не является он либертарианец а либертарианство это одна из разновидностей современных упаднических идей то есть либертарианство через два хода это пролог диктатуре крупных корпораций потому что если государство устранится от регулирования экономических процессов то мелкий средний бизнес он не выживет в диалектике рынка и в конкурентной борьбе с корпорациями и консорциумами вот и таким образом либертарианство это лишь пролог к некой грядущей диктатуре по сравнению с которой кстати все предыдущие формы диктатуры может пока могут показаться лишь значит как говорил ницше легким несварением желудка вот но он это правда применительно говорил про исторический опыт значит последующего ему двадцатого столетия до сравнивая его с парижской коммунной да то есть он говорил что двадцатый век будет веком борьбы за мировое господство и будут войны и революции по сравнению с которыми значит французская великая французская революция покажется легко легким несварением желудка и ницше оказался здесь пророчески прав потому что другие мыслители в частности гальяне с которым ницше заочно полемизировал они писали о том что двадцатый век будет веком утопии веком всеобщего благоденствия мира когда не будет войны все противоречия будут разрешены именно в силу примата разума и так далее и тому подобное ницше писал нечто совершенно противоположное он писал что двадцатый век будет веком борьбы за мировое господство мировых войн революции и так далее хотя на тот момент даже наверно такого понятия как мировая война в современной ему политологии еще не существовало ну на насколько мы помним в прошлом веке таких войн было целых две вот кто угодно писал прогулок не знаю почитайте каких-нибудь диссидентов так ну я возвращаюсь к вопросам которые значит в группе находятся то есть господа я хотел бы всех побудить каким-то образом задавать вопросы в группу потому что я не могу весь эфир вести в виде интерактива а кстати у нас час эфира заканчивается поэтому нас встает вопрос анонсирован ли какой-либо эфир после моего и продолжаем ли мы еще на час или закругляемся поэтому я жду ответа от своей аудитории ну помимо иван иванова там собственно еще есть место для вопросов которые вы не можете задать то есть а вопросы ивана иванова рано или поздно они кончатся и рано или поздно настанет время ваших вопросов так и так и так мы продолжаем продолжаем еще на час надо добить вопросы тывана иванова значит следующий вопрос возможно ли реабилитировать адепта какой-нибудь секты или его сущность все равно будет как найдет как сублимировать волю к смерти если да то каким образом ну прежде всего хочется сказать что ну псих психотип да и внутреннее устремление самости адептов религиозных сект они вовсе не обязательно сводятся к исключительно к воле смерти да то есть есть достаточно жизнеутверждающие секты на самом деле которые собственно считаются сектами не всего того что там доминирует какая-то воля к смерти а именно в силу своей неортодоксальности да и тому что они бросают вызов тем нормам которые существуют в рамках общества вне сект и так далее да реабилитация всегда возможно ну тут она возможна в том случае да когда есть необходимые внешние и внутренние обстоятельства под внутренними обстоятельствами я имею ввиду желание и устремление самого бывшего сектанта который если он значит рассматривает свой жизненный опыт в секте как что-то негативное и свою систему убеждений присущую этому опыту как что-то негативное как что-то от чего он желает отказаться хотя по каким-то причинам может быть и не может в полной степени вот если такое значит стойкое желание она имеется и сохраняется то таким образом да безусловно мы сможем провести успешную реабилитацию вот но здесь еще важно на внешнем уровне какие у него отношения секты сохраняются и так далее да то есть даже после выхода из секты люди у них остаются какие-то общие знакомые секта предприним может предпринимать какие-то действия для того чтобы вернуть свою заблудшую овцу своего бывшего адепта назад в луна и так далее и плюс все зависит от того какие обстоятельства жизни до существования они встретят значит этого несчастного субъекта после того как он захочет выйти из секты да то есть если он выйдет из секты увидит что собственно жизнь вне секты не представляет собой чего-то лучшего что он остался у разбитого корыта особенно в случае если он уже успел свое имущество переписать на гуру вот то через какое-то время он может заскучать и вернуться почему потому что человек в обычном обществе его иерархический статус может быть крайне низок а в секте особенно если он много лет значит посвятил какой-то вот сектантской практике он может уже иметь какой-то более высокий иерархический статус и значит субъект даже понимая все минусы секты он может в этой секте находиться именно для того чтобы этот иерархический статус не потерять поэтому это тоже вопрос очень сложный многогранный и здесь нужно учитывать все очень большое количество внешних и внутренних факторов да то есть фактор среды фактор взаимоотношения с сектами с людьми в секте с тем остались ли у него члены семьи либо близкие друзья в секте и с другой стороны а что собственно внутри его собственной голове вы происходит да то есть почему у него есть желание порвать сектой как он видит свою жизнь вне секты на вот какие у него в целом черты характера психологические устремления и так далее там подобное тогда то есть это это как правило процесс реабилитации бывших сектантов особенно тех кто в секте пробыл большое количество лет это очень такой сложный трудоемкий процесс потому что люди не лишаются собственности но это даже не самое страшное самое страшное это именно та деформация того что психологи называют психикой которая у них в от нахо от длительного нахождения многолетнего нахождения в секте происходит да то есть именно с этим связано может даже в первую очередь проблема их реабилитации да но в принципе ничего возможного нету так что если у вас есть какие-то люди в секте которые испытывают желание искренне как-то порвать сектой но по каким-то причинам не могут этого сделать я думаю что им имеет смысл этим людям обратиться в какой-нибудь вот центр который занимается реабилитацией сектантов да ну или в крайнем случае там мне написать я может что-то подсказать смогу хотя в данный момент я не работаю в сфере реабилитации бывших сектантов и так далее то есть для меня это уже вот эта работа по реабилитации бывших сектантов она уже в прошлом находится да то есть она связана с моим первым образованием да по первому образованию я психолог который занимался собственно социальной психологии психологии маргинальных групп ну в частности сектант вот в большей степени а по второму образованию я уже собственно занимаюсь изучением философии поэтому это для меня уже не актуально нет несколько на данный момент вот да хороший вопрос на стене но я ничего не могу вам посоветовать так значит следующий вопрос какой смысл ницше какой смысл вкладывал ницше в слово прогресс когда называл его ложной идеей ну смотрите речь идет о собственно такой идеи прогресса что в будущем состояние общества и вообще все на свете будет лучше чем в прошлом в этом основная идея прогрессизма то есть завтра лучше чем вчера то есть по мере усиления там развития техники и каких-то общественных взаимоотношений будет происходить прогресс да и по нарастающей такой экспоненте и значит все будет становиться лучше лучше и лучше ницше выступал против этой идеи он говорил что собственно развитие техники она вовсе не означает улучшение человека как такового и в противовес идеи прогресса полемизируя с прогрессистами заочно ницше говорит о том что значит современный ему европеец европеец девятнадцатого века по своей ценности значит в иерархии рангов человеческой культуры как ее понимал ницше глубоко ниже европейца эпохи ренессанса да то есть это из какими-то интеллектуальными из какими-то чисто физиологическими моментами связано вот то есть те люди там люди эпохи ренессанса по мнению ницше они были более умные более здоровые более вот именно в плане такого идеала хищного человека как вот об этом упоминал ницше нежели европейцы значит девятнадцатого конца второй план девятнадцатого века ну естественно если бы ницше увидел европейцев современных то он вообще сказал что это какие-то последние люди описаны им в заратустрии то есть в этом смысле да по ницше происходит не процесса не прогресс а наоборот деградация то есть на фоне значит развитие техники мы наблюдаем тем не менее деградацию человека как биологического вида то есть причем эти процессы до развития техники и деградации человека они взаимословязаны и в принципе один обуславливают другой то вот то есть поскольку у нас появились пульты для телевизора то уже можно там не вставать с дивана для того чтобы переключать каналы и в итоге как бы это плохо от отражается на мышечной системе ног потому что раньше ноги работали когда человек ходил туда-сюда да но это сейчас я такой совершенно примитивный пример упоминаю вот ну и плюс о каком прогрессе может идти речь если 19 век был относительно спокойным а в двадцатом веке как мы знаем было огромное количество войн революции в результате которого погибло большое количество людей и и так далее вот то есть ницше отрицал идею прогресса он также не был консерватором скажем да или традиционалистом это тоже важный момент это важно подчеркнуть то есть частности в книге утренняя заря нитши так достаточно кратко но основательно критикует традиционализм идею примата традиции то есть он говорит что это просто некое слепое воспроизведение каких-то старых норм только потому что они существовали когда-то да и приносили успех и теперь значит мы должны эти нормы воспроизводить несмотря на то что ситуация до условности условия они могли каким-то образом измениться да то есть ницше видел в таком традиционализме слепом скорее какую-то вот разновидность культа карго вот и ницше также насмехался над консерваторами да ну об этом я уже говорил на одном из своих предыдущих эфиров что ницше описывал консерватора как человека который хочет двигаться подобно раку спиной вперед что по мнению ницше как бы невозможно и комично то есть ницше с одной стороны отрицал традиционализм с другой стороны отрицал идею прогресса увязанную с развитием каких-то там социалистических либеральных идей так далее то есть ницше выступал не как скажем какой-то правый консерватор да в этом смысле а скорее как какой-то ультраправый новатор но опять-таки ультраправый не в смысле фашистского этатизма и не в смысле значит какого-то гитлеровского национал-социализма именно потому что вот в этом вот дискурсе ницше да там есть достаточно существенное отличие от этатизма и национал-социализма ну а часть я об этом говорил опять-таки тоже на своих предыдущих эфирах вот поэтому ницше идею прогресса критиковал да ну и опять таки в какого в глобальном смысле какой может быть прогресс до во вселенной ницше если с точки зрения ницше вселенная существует в режиме вечного возвращения то есть повторение тождественных циклов по спирали то собственно какой какой здесь прогресс никого прогресса нету и быть не может так следующий вопрос какова ваша интерпретация трех превращениях в скобках кратко ну я отвечу совсем кратко потому что я считаю что никакой значит особенной интерпретации собственной там а идеи ницше трех превращениях у меня нету то есть я всецело опираюсь на вот эту соответствующую главу из книги так говорил за ратустра где ницше пишет о том что значит сначала дух является верблюдом потом верблюд превращается в значит льва а лев ребенка и так далее то есть я я здесь не вижу какого-то возможного противоречия между собственной интерпретацией вот этого описанного у ницше в метафорах процесса и с интерпретациями каких-то других людей в частности какого-то зелинского и прочих которые это все описывали то есть здесь все как бы важно понимание вот это вот идеи о трех превращения в духа для понимания этой идеи важно прояснение вот это именно этих архетипов которые у ницше содержится да то есть это верблюд лев и ребенок но опять-таки ницше фон в принципе в тексте этой главы он сам такое прояснение дает и на мой взгляд она достаточно исчерпывающая и как как раз вот именно это глава именно эта идея ницше она не порождала какого-то большого количества каких-то привратных или искажающих серьезной интерпретации да то есть какой-нибудь идея сверхчеловека идея воли к власти там гораздо больше недопонимания происходит и привратных абсолютно искаженных интерпретаций да здесь мне кажется все очень просто вот так что всех желающих я просто отсылаю к тексту заратустра пускай они попробуют нам как-то и поизвращаться интеллектуально на предмет того чтобы понять это как-то непривиально так следующий вопрос как не шансу живущему согласно этики ницше ну во первых я никогда не утверждал что я не джанец живущий согласно этики ницше вот что что вы сделали если бы ночью по дороге домой на вас напали бы гопники и попросили отдать всю валюту как поступили бы и почему если строже и короче то появляется то проявляете ли вы волю к власти на микроуровне в бытовых обстоятельствах умерить или из-за глупости или проявить трусость ну прежде всего я не ношу с собой валюту как-то тупо ночью где-то среди гопников по поводу того как бы я поступил если бы на меня напали ну если честно я в таких ситуациях никогда не оказывался и поэтому ну я сейчас могу конечно фантазировать на тему того как бы я там их всех убивал но это достаточно смешно я думаю будет выглядеть даже в рамках какого-то описания вот потому что ну люди могут много фантазировать о своих поведенческих реакциях той или иной ситуации например как они смело будут подниматься в атаку из окопа но в итоге когда просвели значит прозвучит сигнал к атаке они могут упасть на дно окопа свернуться в позу эмбриона и значит заплакать и позвать маму и так далее поэтому я не знаю что со мной произойдет в такой ситуации я думаю я буду действовать как-то спонтанно очень мне не будет времени задуматься над тем как поступить вот то есть я я человек уже достаточно такого взрослый да то есть для меня вопрос уличных драк он уже не является актуальным как скажем допустим в возрасте до 20 лет допустим или там более ранним возрасте так далее когда мальчишки дрались там квартал над квартал и так далее вот по поводу применения воли класти на микро уровне ну вы видимо не в курсе что воля к власти это или воля к мощи или воля к действию там в разных переводах и в разных интерпретациях это универсальный принцип мироздания с точки зрения нитши который проявляется вообще во всем в любых процессах в любых значит в сфере любых материальных тел как форм объективации воли с точки зрения философии волонтаризма то есть в принципе на самом деле невозможно не применять волю к власти потому что воля к власти или воля к мощи это абсолютно универсальное понятие которое можно проинтерпретировать как тенденцию к преодолению противодействия в самом широком смысле то есть на уровне даже самых мельчайших каких-то и даже неодушевленных предметов мироздания да они с точки зрения философии волонтаризма являются объективации воли и таким образом они являются значит им присуща определенная внутренняя значит способность преодолевать энтропию через значит напряжение и силы притяжения которое возникает между элементарными частицами составляющими этот предмет и так далее то есть у них есть какие-то базовые физические параметры такие как плотность вес и так далее вот то есть как бы камень лежит на дороге и нам окажется что он статичен но на самом деле этот камень лежит на дороге только потому что он притянут землей к себе посредством гравитации да то есть гравитация не существовало этот камень и он бы не лежал так спокойно на дороге и так далее то есть вот эти вот силы до в разном виде они пронизывают вообще все и вот эта сила но это можно сравнить наверное только с даосским дау да которая присутствует вообще во всем во всех аспектах мироздания и воля к власти воля к мощи это вот такая нитшанская и вообще в целом волюнтаристская универсалия которая везде присутствует поэтому невозможно представить ситуации когда бы она не была проявлена да то есть единственное что находится в вне сферы воли к мощи да это ничто да земля зову всего камень совершенно верно вот да тоже вот олесь вишня уже тоже развивает эту идею камень притянут землей состоящий из других камней да вот но опять таки эти камни разные они составляют свою собой именно вот единую землю единую объективацию воли потому что между ними тоже действует какое-то притяжение какие-то силы направленные против энтропии именно поэтому они составляют собой единую землю они распадаются на какие-то части в чем смысл состояния в секте какой профит ну смотрите современный человек такой да который с точки зрения нитши является достаточно убогим зрелищем ну хотя он писал о реалиях конца девятнадцатого века но тем не менее вот эти процессы о которых он писал они в нашем веке и по то есть в прошлом веке и в последующем нашем уже веке двадцать первом они были только усугублены вот этот субъект он находясь в таком эксистенциальном тупике в хаосе идей лишенным жестких системообразующих ценностей каких-то он не знает зачем ему жить и он постоянно как слепой котенок тыкается и не может понять вообще кто он зачем он здесь какой смысл его существование и так далее то есть это какая-то значит не значит как тот написал а значит из мыслителей каждый носит в себе дыру размером с бога по моему кто-то даже из эксистенциалистов это может быть даже сартер это высказал такую идею вот то есть сам сартер он конечно болел синдром кауфмана то есть был умственно отсталым но тем не менее конкретно это его идея она неплохая но в общем суть в том что современный человек вот это упадочная личность современных в большей степени на у либеральных обществ она нуждается в жестких системообразующих ценностях а секта она именно и дает эти жесткие системообразующие ценности то есть опять-таки человек нуждается в том чтобы экономить энергию мозга вот то есть не выдумывать постоянно что ему делать как ему делать и так далее а всех те имея жесткие системообразующей ценности он может всецело насладиться этой экономии энергии мозга потому что ему не надо ничего выдумываясь а он берет за основу уже готовые алгоритмы поведения в этом основной как бы смысл и кстати вот вот эту идею о деградации человека вот именно уже на протяжении вот обозримые исторической перспективы она подтверждается отчасти биологически именно в связи с тем что на протяжении последнего последний из последних 100 тысяч лет примерно до масса средняя масса мозга по человеческой популяции она из поколения в поколение она падает то есть это не только там допустим какой савельев констатирует этот факт но например тот же самый марков вот так что даже биологи с какими-то противоположными мировоззренческими установками как вы относитесь к тому что написано о нитше в википедии ну я на самом деле на википедию довольно достаточно не заходил особенно страницу ницше надо почитать но я помню что в свое время я всячески форсил цитату ницше из-за книги с сахома где он проясняет идею сверхчеловека именно с той целью чтобы эта цитата появилась в значит странице википедии посвященной как по идее сверхчеловека да то есть чтобы цитата там появилась и таким образом это цитаты из ницше из первоисточника она бы входила в непреодолимую оппозицию непреодолимое противоречие со всеми теми расхожими но превратными интерпретациями идеи нитшанского сверхчеловека которые содержатся в обыденном сознании вот и в творчестве каких-то абсолютно поверхностных людей которые ну не знаю ссылаются на какие-то собственные свои видимо идеи когда они пишут о сверхчеловеке в контексте философии ницше но при этом никак без их интерпретация не имеет никакой корреляции с мнением первоисточника и тем что содержится в книгах самого нет это достаточно специфически в свое время бердяев он ссылался на такой замечательный афоризм что вот ницше писал что сверхчеловек это цезарь с душой христа и вот многими это цитата была зафоршена но проблема в том что у них ни в одной из книг не писем не в черновиков у него нет такой формулировки нету такого таких слов абсолютно их нету то есть бердяев ссылался даже не на ницше а на книгу которая называется ницше и авторство которое принадлежит какому-то значит малоизвестному немецкому философу вот в чем дело то есть как бы проблема философии ницше состоит в том что очень многие цитаты и мысли которые приписываются ницше в действительности их нету на странице его философского наследия ни в каком виде причем как бы выяснить это достаточно просто потому что полное собрание сочинение ницше она не такое объемное как там у людей которые оставили после себя там 200 300 томов и так далее вот а что за фраза ну вы зайдите на значит в википедию наберите там сверхчеловек я не знаю эта фраза там этот стата она там сохраняется или нет сохранилась этот стата из книги эссе хома сейчас я даже сам наберу мне интересно мне интересно есть ли она там все еще или нет да да все все на месте слово сверхчеловек для обозначения типа самой высокой удачливости в противоположен современным людям добрым людям христианам и прочим нигилистам слово которое в устах заратустры истребителя морали вызывает множество толков почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценности противоположных тем которые были представлены в образе заратустры я хочу сказать как идеалистический тип высшей породы людей как полусвятой как полу гений другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме в нем находили даже столь зло отвергнутый мной культ героев карлайля этого крупного фальшиво монетчика знаний воли когда же я шептал на ухо что скорее в нем можно видеть чезар и борджа чем парсифаля то не верили собственным ушам ну собственно вот этот проясняющий стата она даже в википедии содержится и примерно в тех же словах ницше комментируют свою идею сверхчеловека в переписке с одной из своих значит подруг где она также вот как-то превратно поняла вот эту идею сверхчеловека и ницше уже значит разрывая с ней переписку он ей значит написал такое прощальное письмо где примерно то же самое в тех же самых словах которых он позднее выразить это в книге с хома он ей все это также и изложил кстати текст выдержки из этого письма есть где-то в архиве на стене сообщества значит не шанс вселенная нитша ну я щас не уверен что я выдержку из письма эту найду потому что она уже глубоко в архив ушла да то есть это все дав достаточно давно постилась на стену так или все таки попробовать найти а вот собственно да речь идет о письме мальдиве фон мейзенбук в рим это значит письмо датированная 1888 годом вот так что в принципе это то есть вот эта идея ницше да который он использует в этой проясняющей цитате она подтверждается не только по его книги с хома но и по его письмам да 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 вот виталий антонов совершенно верную пишет вещь на стене это гениально назвать книгу фамилии автора потом цитировать вещь из нее и говорить что от имени автора но вот видите такой вот есть удивительный прием да есть еще более удивительный прием когда значит тексты какого-то значит литератора выдаются за книги ницше которую он писал в состоянии безумия то есть если такое даже при этом людей которые верят в наличие каких-то вот таких тайных сакральных книг их даже не смущает что никаких таких текстов никогда не было обнаружено не в архивах ницше и так далее да то есть если в его философии причине пересечения с социал дарвинизмом ну слушайте я на этом отвечал об этом уже говорил многократно на предыдущих эфирах то есть в частности на прошлом эфире я об этом говорил ну а слушать иван иванов ну какой же какой же матерый социал дарвинизм я же вам наверное полчаса на прошлом эфире это все разжевывал как же ну вы наверно нифига не поняли опять но я понимаю что это было сложное повествование которое изобиловало сложными терминами но в общем суть в том что ницше отрицал на фундаментальном уровне даже идею борьбы за существование ницше говорил что если вы уже существуете то вы не можете бороться за существование потому что нельзя бороться за то чем уже обладать обладаешь с точки зрения ницше борьба идет не за существование а за преобладание то есть за власть за мощь за экстраполяцию образа собственного существования в будущее то есть не 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 в настоящем идет этот борьба за существование потому что мы уже существуем мы не можем бороться за существование если мы уже существуем вот в чем дело поэтому мы боремся за преобладание опять-таки с точки зрения ницше да то есть но это дискуссионный момент конечно то есть со мной здесь наверное многие не согласятся но тем не менее я говорю о том мнение которое они сам высказывал это с одной стороны с другой стороны с точки зрения дарвина выживает не благороднейший какой-то да а выживает сильнейший именно в связи с фактором адаптивности мимикрии то есть выживает наиболее адаптивный то есть применительно к реальным человеческого общества это означает что будет выживать будут выживать и доминировать не какие-то сверх сверх люди до нитшанские а будет выживать доминировать большое количество социально адаптивных и адаптивных хорошо адаптированных среде посредственности вот и все то здесь противоречия нитша с дарвинизмом из социал дарвинизмом именно если мы будем опять-таки социал дарвинизм воспринимать в контексте самого дарвинизма здесь противоречия но очевидно и достаточно так ну тут опять что-то по поводу резуна и жукова ну да и даме мухар жукова переписывались неоднократно сам ли я вывожу себя в эфир да да сам себя вывожу эфир стада с стараниями и значит макс равен а мне на компьютер была установлена программа которая позволяет это делать знакомы ли вы секта искусства жизни шри-шри-рави шанкар да шри-шри-рави шанкар это забавный достаточно персонаж который известен тем что когда группа битным участники группы битлз вместе со своими значит девушками спутницами жизни которые у них были на тот момент приехали в ашрам шри-шри-рави шанкара в индию то шри-шри-рави шанкар он по очереди переспал с девушками группы битлз и на основании этого возник конфликт между хряви шанкаром и участниками группы битлз и в итоге они покинули его ашрам и сказали что он мошенник и так далее то есть шри-шри-рави шанкар это такой архи архетип нью-эйджовского гуру замешанного на какую-то тантру сексуальную магию и какой-то такой поверхностный мистицизм но его время уже ушло то есть как бы вот эти все нью-эйдж гуру они в основном гремели где-то в районе семидесятых и связаны с эпохой хиппи а сейчас уже как бы у нас совершенно другие исторические реалии да собственно сам шри-шри-рави шанкар он уже не тот и сейчас уже как-то скорее его ученики из его ашрама они стараются как-то шерстить по миру но не слишком успешнее так да вот не дают приступить к вопросам от ивана пригласите ли вы на эфир ивана виктора демьянова смотрите в чем проблема у меня проблема в том что я не могу то есть если я сам себя вывожу я не могу кого-то приглашать на эфир так чтобы его было слышно то есть в итоге слышно только меня то есть вот опыт неудачных неудачного совместного эфира с маргиналом и с илью николаевичем храбровым великим православным философом показал что значит когда я веду совместный эфир то слышно только мой микрофон мою гарнитуру а значит те кто значит присутствует на эфире в качестве участников их не слышно поэтому здесь нужно чтобы через skype кто-то другой некие третьи лица выводили и меня и значит какого-то другого участника вот но я думаю что большой вопрос а виктор демьянов вообще согласиться на такой совместный эфир или нет так что это надо к нему этот вопрос адресовать вот сколько ты читаешь день ну смотрите чтению надо как минимум стараться ну минимум минимум час в день стараться уделять причем я читаю не все подряд там я не считаю какую-то периодическую прессу и какую-то бульварную литературу а ну нужно стараться читать каких-то там я не знаю классиков философии классиков литературы документалистику какую-нибудь историческую что-нибудь такое серьезное желательно вот но в принципе я вам список скинул список книг обязательно к прочтению в есть можете по этому списку начать читать что-то ну если опять-таки такую литературу вам читать не рано еще так нет господа давайте все таки вопросы вы будете задавать в группу они на стене потому что это несправедливо по отношению к тем что кто задавал вопросы в группу и значит терпеливо ждет ответа вот то есть как бы я конечно понимаю что у нас эфир с элементами интерактива но тем не менее так следующий вопрос значит в группе с вашей точки зрения как правильно воспитывать ребенка сына знак вопроса вопрос не только как не шансу не шансу тут даже написано кит шансу не не шанса не шансу но и как психологу отцу скобках подробнее или посоветуйте литературу на эту тему так ну во первых я плохой психолог и психолог ренегат потому что на данном этапе своей жизни я научных психологии отрицаю полностью вот ну собственно даже когда я уже был студентом психфака я уже понимал что психология от не наука просто средства заработка вот поэтому именно как психолог я вам ничего посоветовать не могу по поводу воспитания ребенка педагогики но это достаточно серьезный вопрос тоже если я сейчас развернуто это буду отвечать это будет все очень долго и изобидовать сложными терминами все что я могу сказать это нужно прививать уже так скажем растущему организму идею о том что с одной стороны он сам обладает определенными качествами которые он может реализовывать до живя в обществе но с другой стороны как бы нужно ребенка подводить к мысли о том что все-таки он существует не в сферическом вакууме а в обществе да человек животное социальное ему придется каким-то образом взаимодействовать с другими особями популяции то есть свои действия в скажем так свои действия нужно именно вот согласовывать с вот этим фактором да то есть с фактором того как на и на те или иные действия могут отреагировать окружающие то есть без какого-то импорта именно каких-то коллективных моральных установок но тем не менее просто на основе того что те или иные действия значит ребенка и для него самого могут иметь определенные последствия да вот то есть качество этих окружающих могут выступать и его родители которые собственно его наставляют и какие там другие дети и другие взрослые и так далее то есть нужно вот чтобы у ребенка было такое представление то есть не обязательно ему что-то навязывать что какие-то системы моральных ориентиров да потому что желательно чтобы он сам это все вырабатывал но важно его поставить вот именно перед таким фактом да что есть ты есть твои желания устремления а есть окружающий их желание устремления обращенный в том числе по отношению к тебе и если ты хочешь как-то успешно сосуществовать развиваться в тех условиях которых ты находишься ты должен вот как-то принимать все это в расчет значит а уже в дальнейшем ты вырастешь ты будешь иметь возможность как-то изменить условия до своего существования но так или иначе скорее всего ты будешь жить в обществе да и этот фактор нужно учитывать но опять-таки это лишь один из аспектов педагогики может быть даже не самый важный о котором можно упомянуть вот ну во главу у глаз стоит поставить интеллектуальное физическое развитие ребенка то есть какой-нибудь там телевизор он нежелательным скажем так то есть интеграция ребенка в массовую культуру с молодых ногтей которые сейчас большинстве семей практикуются это имеет достаточно плохие последствия в дальнейшем именно в том аспекте что воспроизводится какие-то вот именно упаднические такие типажи именно через интеграцию массовую культуру вот по поводу литература но литература я тоже никакую не посоветую потому что я не считаю что есть какие-то готовые ответы до на эти вопросы которые именно в литературе содержатся все это очень субъективно и зависит от того значит какой ребенок у вас родился с какими задатками потенциалом с каким характером и так далее потому что ну дети на самом деле достаточно рано начинают проявлять характер собственно еще задолго до пубертатного периода вот то есть опираться на какой-то опыт педагогики здесь сложно в том смысле что опять-таки педагогика которую на которой мы можем опереться да это либо советская педагогика либо там не знаю педагогика какой-нибудь там царской россии дореволюционной либо современная педагогика каких-нибудь западных обществ но проблема в том что каждая из вот этих педагогических систем она ориентирована именно на воспроизводство определенных социальных типажей которые приемлемы для конкретные вот именно формации общества да то есть если это советская педагогика там они советского человека хотели воспитать из ребенка если современная либеральная педагогика то тоже понятно вот то есть если вы не желаете чтобы ваш ребенок воспитывался в духе сопричастности и тиражирование определенного из вот этих перечисленных выше типажей то ну значит вам для вас не существует готовых рецептов педагогики а вам нужно будет что-то иное ему значит ну мужская даже навязывать да или как-то иной по какой-то иной стратегии его значит направлять со скольки лет давать сыну читать ницше да не надо давать сына читать ницше если у него понимать чем дело тяга к философии это уже что-то ну то есть знакомство с философскими какими-то произведениями и трудами это уже что-то для на более поздний возрастной период рассчитано то есть в этот как раз тот возраст когда ребенок сам должен решать для себя что ему читать что не читать и так далее то есть если у него не возникнет желание там взять с полки книгу ницше там или прочитать ее то значит и никакой не нужно ему это так а связи с чем появился вопрос кто будет выводить два-три ночи а да нет но почему в два-три ночи тут же много rgf из так что случилось господа на какой момент я вылетел из эфира так господа объясните мне на каком моменте моего повествования а черт жалко 3-4 минут назад то есть я 3-4 минуты вещал в пустоту так хорошо следующий вопрос о чем я рассказывал когда я вылетел из эфира в самом начале ответа да вы издеваетесь ни хрена себе то есть вот вот это действительно обидно я тут целую целую лекцию можно сказать зачитал по поводу того как ребенка воспитывать выяснилось что это все в эфир не попало так со скольки лет давать сыну читать ницше ну собственно я сказал но опять-таки в эфир это не пошло о том что вопрос ознакомления с философскими произведениями это как бы для более позднего уже периода в развитии ребенка когда он сам будет решать какую ему книгу читать какую не читать и так далее вот так что ну мы можно посоветовать что-то почитать там и так далее но если у ребенка самого желания такую литературу читайте не возникнет то значит и не нужно это не оправдание задом не услышите это вообще это жалко я просто в таком так то есть вы вы утверждаете что в самом начале ответа связь пропала да на каких словах примерно да это какие-то технические неполадки почти в начале ну слушайте блин я не знаю вот у меня тут запись ведется в записи все это будет или нет тоже сложно судить так сейчас мне придется все это повторно проговаривать давайте так сделаем поскольку у нас уйда оставьте в покое других джефф что вы что вы засираете людей вот господа давайте поступим следующим образом я сейчас этот вопрос пропущу и посмотрю в записи которые у меня тут ведется от программы радио босс есть ли это все у меня так подождите а у меня у меня тут пишется что я где-то на на сколько тут минут то 1 2 3 4 5 блять действительно пять минут слушайте ну в общем давайте поступим следующим образом общался ли я со звоном скайпе да я общался звоном скайпе вот так что никаких проблем давайте поступим следующим образом я пока этот вопрос пропущу и посмотрю будет ли у меня сохранен ответ на него в записи или нет вот и если нет то тогда я на следующем эфире дам развернутый ответ то есть по сути повторю все то же самое что я говорил в течение тех пяти минут пока я из эфира вылетел вот потому что надо проверять будет ли все это а пока сейчас я на следующее так господа если вы будете засирать других эфир джеев мне тут на стене то собственно корпоративная солидарность эфир джеев радио мод fm мне позволит вас забанить запчете засирать психологию посмотрим чтобы господа дело в том что нет смысла засирать психологию понимаете в чем дело как бы там нечего засирать это все равно что я не знаю засирать веру в каких-нибудь единорогов розовых давайте 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 внемлем словам виталия антонова и будем жить дружно так ну печально что моя речь по поводу возрастной педагогики пропала так ну опять таки я обещаю к этому вопросу вернуться на следующем эфире значит следующий вопрос сознаетесь евгений что ваша логическая цепочка замыкается на нигилизме так или иначе они на вечном возвращении что является верой и успокоить и успокоительным для тела да ну тут вследствие нарушения какого-то целостности повествования что вы имеете ввиду когда вы утверждаете что моя цепочка рассуждений замыкается на нигилизме я не совсем понимаю то здесь нигилизм как бы понятие нигилизма но в контексте какой философии упомянут то есть мне сложно судить какое значение вы вкладываете в понятие нигилизма поэтому я ну поскольку от вопрос называется начинается словами сознайтесь то я наверно сознаюсь потому что я думаю что вам виднее какое значение вы вкладываете в понятие нигилизма так значит в общем ставим галочку на вопросе по поводу воспитания детей и с него я следующий эфир начну вот потому что мне опять таки мне самому нужно понять с какого момента я из эфира вылетел так следующий вопрос от ивана иванова но это уже другой иван иванов потому что у него другая страница и что-то другое на аватарке находится вопрос первый многие не могут понять такие стезисы у нитши как сверхчеловек воля к власти и так далее какую литературу ты можешь предложить в качестве прелюдии или комментариев к нитше ну слушайте я исхожу из того что мнение первоисточника она в любом случае важнее мнение интерпретаторов именно в силу того что мне не интерпретаторов поскольку она опирается на собственные какие-то авторские предпосылки она это мнение может так или иначе искажать мнение первоисточника поэтому я особо могу рекомендовать какую-то прояснительную литературу именно в сфере интерпретаторов нитши уже после прочтения самого нитша они до его прочтения да то есть здесь можно упомянуть книгу младшего юнгер на нитше и собственно книгу делёза фридрих нитши до которые вот но в частности хайдер этот хаустов хотел сказать хаустов скал хайдегер который хаустов рекомендовал для собственно понимание нитши да потому что вот ну с его точки зрения это как бы наиболее такая аутентичная наиболее на аутентичный набор интерпретации нитши да ну то есть я отчасти с ним конечно могу согласиться потому что все познаются сравнение и каких-то более достойных интерпретаторов нитши их сложно представить потому что например тот же хайдеггер который там несколько томов по нитше про нитше написал наименных он достаточно специфичен вот то есть он скорее использует нитши просто для значит как мост к своей собственной философии которая достаточно сложна для понимания и поэтому там не совсем понятно что он имеет ввиду вот поэтому я не рекомендую каких-то интерпретаторов а я рекомендую собственно читать самого нитши то есть прежде всего это его статью греческое государство которое достаточно ранее но в ней выражены основные тенденции творчества которые у них впоследствии будут развиты значит в более поздних периодах и книгу так говорил за ратустра то есть так говорил за ратустра она написана языком метафор которые могут быть сложны для понимания с одной стороны но с другой стороны их то ли иное понимание она опять таки будет лаквусовой бумажкой вашей собственной самости с одной стороны с другой стороны это книга хороша именно отсутствием каких-то сложных каких-то философских терминов нагромождений то есть она такая легкая именно вот в плане отсутствия вот этих специфических терминов то есть такая специфическая философская поэма написана белым стихом которая вас непосредственно погружает вот в эту вот атмосферу вселенной нитши а дальше уже собственно можно смотреть да как вы себя в этой погрузившись в эту вселенную поведете понравится вам эта атмосфера значит специфическая созданная нитша в своем значит тексте так говорил за ратустра или нет а уже исходя из этого вы получите ответ нужно вам другие книги нитши читать или нет если значит вы книгу так говорил за ратустра и статью греческое государство осилите и вам понравится то что вы там прочитали то имеет смысл читать другие произведения нитши прежде всего те книги которые написаны условно говоря после там 83 85 года 19 столетия то есть по ту сторону добра и зла генеалогия морали антихристианин сумерки идолф или как философствует молотом эссе холма и черновики воли класть вот то есть это прежде всего вот эти книги остальное все это уже во второй в третью очередь так значит второй вопрос какие основные черты характера у сверхчеловека у нитши обязательно ли сверхчеловек должен быть воином или завоевателем как наполеон чезар и боржа александр македонский ну сверхчеловек это не обязательно воин и завоеватель именно вот в как бы таком значит масштабе как наполеон чезар и боржа и александр македонский потому что нитши писал что значит при благоприятных условиях сверх людьми могут быть целые поколения племена и народы то есть при всем желании сложно представить народ который бы сплошь из одних наполеонов бы состоял то есть непонятно какие-то взаимоотношения внутри этого народа существовали с одной стороны с другой стороны это было бы достаточно интересно но опять-таки в любом случае этот народ он бы не весь состоял из одних сплошных полководцев а скорее всего из этого народа выделилось бы несколько там самых крутых полководцев и так далее то есть здесь речь идет не о как бы когда нитши пишет об образе сверхчеловека да и упоминаются у него где-то вот эти исторические личности здесь речь идет не о профессиональной деятельности да то есть не 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 о профессии полководца да а именно о каких-то чертах характера которые этим историческим личностям присущим то есть там через запятую можно упомянуть также и цезаря и фридриха великого фридриха второго гугенштауфа надо они они фридриха русского да вот и там других каких-то личностей так третий вопрос ничего не понял о вечном возвращении можешь пояснить на чем основывался ницше когда он вводил это понятие и как вообще можно доказать истинность этого термина но еще истинность доказать никак потому что ну собственно если вам нужна истинность самого термина то просто по слогам прочитайте там вечное возвращение все термины нестине а если вам нужно прояснение истинности концепции вечного возвращения labeling здесь вы никак и не проверить и потому что во-первых с точки зрения ницше никакой истины не существует но в таком серьезном смысле вот а во вторых для того чтобы проверить действительность констатировать наличие вечного возвращения вам нужно находиться где-то вне материальной вселенной до смотреть на эту ситуацию со стороны и значит наблюдать затем смелит сменится ли существующий цикл существования вселенной таким же точно тождественным циклом вот и все то есть а из чего нитши сходил когда он эту значит идею постулировал но вы можете у него значит в его зарату так говорил заратустром его этой книге прочитать до отчасти значит том месте где он пишет о духе тяжести вот я надеюсь вам что-то это прояснит так ну я думаю что мы на сегодня уже закончим потому что уже у нас двухчасовой эфир прошел вот поэтому я хочу сказать что значит спасибо всем слушателям за внимание за то что в столь поздний час они уделили время для прослушивания значит вот этого специфического около философского контента если вам по какой-то причине понравился этот контент то значит задонатьте какие-то средства убер маргиналу подпишитесь на группу маргинальное review где в соответствующей теме с вопросами вы можете задать вопрос мне на один из следующих эфиров подпишитесь на паблик убер мемс значит подпишитесь на группу не шанс вселенная нитша где в архиве на стене сообщества содержится редкие значит малоизвестные цитаты из книг писем и черновиков нитши разного периода творчества и я не устаю вам об этом говорить вот ну собственно на сегодня все до новых встреч в эфире следите за расписанием с вами был ежес армат и всем удачного остатка ночи